Их семье 60 лет. Бриллиантовый юбилей. Антонин и Софья Армишевы познакомились на танцах больше полувека назад. Она случайно попала на танцплощадку в чужом городе, где никого не знала. И когда уже собиралась уходить, подошел он, молодой геолог. Пригласил танцевать. Как оказалось позже, это была проверка, которую Софья блестяще прошла. Я всех девушек, с которыми я общался, в первую очередь я их оценивал, умеют ли они танцевать. Если они танцуют хорошо, а я с удовольствием этим занимался. И как только я ее пригласил и заметил, что она танцует прекрасно, мне больше ничего не надо было. И дальше второй танец и так далее, и так далее. И так до трех часов ночи мы с ней прогуляли. Их роман длился чуть больше недели. Потом Софья уехала в другой город. Но общения продолжили, стали переписываться. Отправляли послания друг другу каждый день. Где бы ни находился Антонин, а приходилось бывать даже на островах Северного Ледовитого океана, там он открывал новые нефтяные месторождения, везде находил возможность отправить весточку. Софья сохранила каждое письмо. Через пару месяцев Антонин приехал к любимой, и больше они не расставались. Главный секрет крепких отношений, признается пара, это терпение и любовь. Юбиляра в семейной жизни поздравила глава города Елена Лапушкина. Хочу пожелать, чтобы еще долгие годы шли рука об руку, чтобы на примере вашей семьи учились родные и близкие, и не только они. И хочу сказать, что, конечно, губернатор наш Дмитрий Ильич Азаров говорит вам самые теплые, самые искренние слова признательности и благодарности. За то, что вы создали замечательную семью, являетесь примером для миллионов и миллионов людей. В семье у Армишевых двое взрослых сыновей – внуки и правнуки. История любви младшего сына очень похожа на пример родителей. В браке с женой они уже 26 лет решили пожениться после одного дня знакомства. Случайно встретились в Самаре. Потом, как и у родителей, были долгие переписки. А уже на вторую встречу Юрий приехал к возлюбленной с предложением руки и сердца. Папа с мамой были три дня знакомы, а я его опередил. За один вечер с таком, что решил, что надо жениться. Вообще до 60 лет совместной жизни доживает не каждая супружеская пара, а кто ее доживает, очень редко. Вот с тем качеством жизни и отношений, которые есть у них. В присутствии своих самых близких людей Антонин и Софья Армишевы, как и тогда, в далеком 60-м, скрепили свой союз с подписями. Их семью занесли в почетную книгу юбиляра в семейной жизни Самарской области. Мария Левина, Константин Головин. События.